Кто есть программист, кто есть айтишник? Если разработчики будут работать одни, у них вряд ли особо что получится. Около 170 тысяч айтишников покинуло нашу страну. Технология, которую используют программисты, он общий для всего мира. А нужен ли при этом какой-то диплом или знание английского? Братодателю намного важнее, какую полезность ты принесешь компании. Говорят, что зарплатного потолка у программистов якобы не существует. Зарплата еще не программируемая. Каждый человек может по-разному получать. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. Татарстан оказался в тройке лидеров по спросу на программистов. Да и в целом по стране спрос на айтишников продолжает расти. Это при том, что зарплатного потолка в этой сфере, по словам аналитиков, просто не существует. А вот какие они, эти зарплаты, в чем сложности и перспективы работы программиста, и почему российские айтишники выше других ценятся за рубежом, прямо сейчас обсудим с гостями в нашей программе. Разобраться в этой теме нам поможет руководитель команды, разработчик пользовательских интерфейсов Рамис Валиев. Здравствуйте. Здравствуйте. И разработчик мобильных приложений Родион Просвернин. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Задать свои вопросы или поделиться своей историей, своим мнением можете вы. Телефоны прямого эфира на ваших экранах. Это 511-99-66 для Казани и 8800-532-55 бесплатный номер для регионов. Звоните нам на протяжении всего эфира. День программиста отмечают в эти дни в России. Поздравляю вас с профессиональным праздником, безусловно. Спасибо. И знаю, что обычно это происходит на 256-й день года. Вот почему так? На самом деле ответ простой и сложный одновременно. 256-й – это максимальная степень числа, двойки, которая влезает в год. 2 в 8-й – это 256, а 2 в 9-й уже 512. В ней году у нас 356. 512-й – 356 не влезает, а 2 в 8-й – 256 влезает. А почему именно двойка? Это уже такой сакральный смысл, который поймут только разработчики. Это такая сложная уже тема. Я думаю, об этом пока не будем разговаривать. Тоже все непросто, да, как у вас в работе. Вот расскажите, наверное, для нас, для наших телезрителей, кто такой айтишник, кто такой программист? У многих также есть заблуждение такое, такое мнение, что человек, который чинит компьютеры, прочую технику, может поставить операционную систему какую-то. Вот кто есть программист, кто есть айтишник? Я бы ответил на этот вопрос так, что айтишник – это какое-то более общее понятие. То есть когда мы говорим айтишник, мы берем сюда и разработчиков, людей, которые пишут какой-то прикладной код. Мы берем сюда и людей, которые работают непосредственно с железом, настраивают его, в том числе занимаются какой-то пайкой или чем-то подобным. Но также мы берем сюда и менеджерский состав. То есть надо понимать, что если разработчики будут работать одни, у них вряд ли особо что получится, потому что их основная задача – это написание кода. Соответственно, у них всегда должен быть человек, который ими будет руководить. Это менеджеры. И еще у нас есть, например, аналитики. Тут можно продолжать дальше. Через запятую. Да, через запятую. Но, тем не менее, айтишник более какое-то такое общее понятие. Конкретно разработчик – это, я бы сказал, что человек, который пишет какое-то прикладное решение для какой-то конкретной платформы. Например, как в моем случае, это я пишу мобильные приложения. То есть у нас сейчас у абсолютного большинства людей, которые живут даже в нашей стране, во всем мире, можно сказать, в целом, есть мобильный телефон, у них есть приложения. Соответственно, я разработчик, я занимаюсь непосредственно разработками этих приложений. Те, кто занимаются железами, ну, их по-разному немножко называют у нас тоже, да, но я, к сожалению, железом не занимаюсь, поэтому точно не скажу, не передам. Я их просто называю компьютерщиками для себя, вот, и как бы у меня всегда ясно и понятно. Ну, это тоже важная и интересная профессия, да. Вот расскажите, как проходит день программиста, потому что тоже вот бытует мнение уже сейчас в современной среде, что человек встает в районе полудня, проводит свой рабочий созвон, потому что у всех удаленка, и дальше вообще делает, что хочет, хочет потом сделать свою работу, хочет не делать. Как это происходит на самом деле? В чем день состоит ваш? На самом деле день иногда так проходит, если это день выходной. Разработчики иногда работают выходные, как бы это все разработчики знают. Ну, на самом деле, как проходит день, если взять обычный рабочий день, это созвон с командой и распределение задач. Например, день у меня так проходит. А дальше уже все зависит от разработчика и оценки задачи. Например, если задачу оценили два дня, а разработчик ее решил за день, то, конечно, он может один день прогулять, отдохнуть или попросить новую задачу. Обычно в моей практике разработчики просят новую задачу, но, как известно, не все люди у нас честные. То есть, получается, день ненормированный, да, по сути? Нет, ну вообще день ненормированный, он всегда начинается с того, что есть небольшая утренняя планерка. Не везде, не всегда, потому что могут отличаться немножко принципы работы в разных командах, в разных компаниях. Но в большинстве своем начинается с планирования, на котором мы стараемся избежать каких-то вглубь уходящих ошибок. То есть бывает такое, что вы разрабатываете достаточно большой функционал, которым будут люди пользоваться. И чтобы как можно раньше выявить какую-то ошибку при этой разработке, пытаться ее устранить. То есть происходят вот эти планерки. Задачи у тебя уже есть, они там планируются обычно на срок, там, на неделю, на две. Соответственно, после планерки ты начинаешь выполнять непосредственно свои задачи рабочие, написание кода, общаешься с менеджерами, с другими разработчиками, вы обсуждаете какие-то технические решения, принимаете решения по архитектуре, как что будет выглядеть, смотрите на продукт на свой тоже со стороны пользователя, насколько пользователю это будет удобно. И после того, как ты уже написал код, да, то есть какой-то вот продукт, для него код написан, он не может просто так попасть к пользователю. Есть так называемый процесс тестирования, конечно, есть отдельные люди, тестировщики, которые этим занимаются, но мы разработчики, перед тем, как отдать свой код куда-то дальше, мы тоже стараемся максимально его протестировать, чтобы как можно меньше проблем доставить пользователям. Не всегда, конечно, к сожалению, это получается, потому что этот процесс такой достаточно специфический и непростой, очень сложно объять все сценарии, но тем не менее мы стараемся. И по поводу ненормированности, он нормируется в первую очередь тем, какие созвоны мы проводим в течение дня, то есть созвонов обычно достаточно много бывает. Насколько я знаю, у Турамисы их побольше, у меня их чуть поменьше. Но тем не менее вот эта кажущаяся простота, да, понятно, что мы мешки не таскаем, но тем не менее тут стоит сказать, что у нас умственная работа. Умственная работа – это тоже достаточно сложная работа, и тем более, когда ты постоянно находишься дома весь день, то это немножко тяжеловато, потому что, казалось бы, простые вещи, они, наоборот, тебя начнут откликать, например, там, холодильник. Ну, понятно, предметы быта. На самом деле можно еще добавить то, что обычно в IT-компаниях не гонятся за временем, который Содоринг сидит в офисе. То есть в IT-компаниях не важно, что ты именно 8 часов просидишь на рабочем месте. Уйдешь там вовремя, придешь вовремя. В IT-компаниях обычно оценивают результат работы. Главное – давать результат компании. А во сколько ты встаешь, во сколько уходишь, это на самом деле не важно. Знаю, что за последние полгода практически по данным СМИ около 170 тысяч айтишников покинуло нашу страну. Это как бы данные средства массовой информации. Вот такая вот у нас есть небольшая статистика. Это как опрос работодателей, которые объясняли, насколько уменьшился их собственный штат. И вот, например, здесь 56% у них якобы никто не уехал, 12%, 14% уехали только единицы. Вот такая вот статистика. И кроме того, есть статистика о том, куда уезжали айтишники. И вот здесь лидирует Европа. Что здесь интересно нам? То есть люди, получается, из IT-сферы совершенно спокойно находят себе место работы в другой стране. Хотя мы все прекрасно знаем, что сделать это достаточно сложно. С нашими российскими дипломами в других сферах, например. Почему так происходит? Почему такой огромный спрос на российских айтишников? Чем мы так вот интересны западным работодателям? На самом деле спрос на айтишников не только российских, а в целом по всем странам, так скажем, высокий. А почему проще устроиться за рубежом айтишной профессии именно? Это потому что стек технологии, технологии, которые используют программисты, он общий для всего мира. Редко бывает случай, что какая-то страна использует специфично какие-то технологии. Поэтому, на самом деле, чтобы устроиться в зарубежную компанию, тебе достаточно знать язык, чтобы общаться с коллегами и быть адекватным сотрудником, адекватным человеком, как и в любой профессии. А нужен ли при этом какой-то диплом здесь местного вуза или знание английского, получается? Конечно, есть компании, которые попросят у тебя диплом, но таких меньшинство. Почему? Потому что все-таки айти-сфера, она достаточно сильно коммерциализирована. Тут вопрос денег первостепенен. И поэтому работодателю намного важнее, какую полезность ты принесешь компании. И если ты можешь приносить действительно пользу, писать много хорошего кода, выпускать много хорошего функционала для пользователей, тогда какая разница, какой у тебя был диплом для работодателя. Ты человек способный принести выгоду. Это первично. И даже языковые барьеры в данном случае? Ну, здесь надо понимать, насколько вообще актуальен разговор о языковом барьере. Когда ты что-то программируешь, как правило, ты пишешь на английском языке код фактически. То есть они, когда смотрят на код, они видят свой родной язык. И тебе достаточно даже базового знания какого-то английского для того, чтобы уже хотя бы как-то работать. Но, конечно же, если ты хочешь, скажем так, больше зарабатывать, быть более ценным сотрудником, особенно, как вот, например, в случае Рамиса, Рамис руководит командой, да, у него есть своя команда разработчиков, то, конечно же, для коммуникации с командой тебе необходимо знание языка. В большинстве своем это английский язык, опять же, потому что английский такой достаточно мировой язык, и мы на нем программируем. Но есть, конечно, какие-то особенности, там, возможно, где-то в Германии нужен немецкий. Свои нюансы. Ну, на самом деле, еще насчет диплома сложно готовить специалистов, именно айтишников, потому что требования в IT меняются чуть ли не каждый месяц. Поэтому очень сложно разработать программу обучения так, чтобы она была актуальна для работодателей, так скажем. В этом еще проблема. Да, это действительно непрерывный такой процесс обучения, и надо понимать, что в университете тебя научат только каким-то базовым вещам, каким-то основам. Ты не сможешь с этими базовыми вещами устроиться даже на самую такую начинающую позицию разработчика. И ты в любом случае, вот, когда ты, все, закончилось у тебя обучение основное в каком-то государственном учреждении, ты после этого всегда будешь учиться. Не важно, там, устроился на работу уже, или ты еще только хочешь это сделать, зарубежная компания, зарубежная. Ты всегда будешь обучать себя самому чему-то новому. Вот, к слову, о спросе на айтишников, он давно уже растет, и происходит это постоянно. Татарстан у нас оказался в тройке лидеров по спросу на программистов. В целом по стране число вакансий для айтишников увеличилось на 9%. И это, кстати говоря, динамика значительно ниже, чем была в 2021 году, когда число предложений увеличилось на 58% относительно предыдущих лет. Вот почему в целом вырос спрос на программистов? Вот еще 10 лет назад себе было крайне сложно представить такую специальность, которой будут обещать золотые горы, переезд беспроблемный в другую страну, ипотеку по сниженной льготной ставке. Что произошло вдруг у нас такое, что настолько стали востребованы специалисты этой сферы? На самом деле это обусловлено временем, конечно же. Мы все вместе каждый день сидим в телефоне, в компьютере, оплачиваем банковскими картами наши продукты, на кассах товары пробивают через кассовые аппараты. И чтобы все это работало, нужны программисты. Поэтому от этого и спрос высокий. Цифровизация просто, да, у нас вопрос? Цифровизация. Поговорим мы и о зарплатах. С вами сейчас самый интересный, наверное, вопрос, да? Сотрудники сервисов по поиску работы говорят, что зарплатного потолка у программистов якобы не существует. По данным аналитических сервисов, предлагаемая зарплата для казанского айтишника превышает среднюю по стране. Это 123 тысячи рублей против 53-х средней зарплаты, да? Наиболее высокую зарплату предлагают в Москве 161 тысяча, Санкт-Петербург 137 тысяч. Вот так ли это на самом деле? Вот такую вот мы обнаружили на просторах интернета динамику зарплат айтишников по специальностям. И вот попрошу вас сейчас прокомментировать ее. Насколько она достоверна? Какие зарплаты у нас в Казани в вашей сфере? Я бы сказал, что, конечно же, она частично достоверна, но картину, как она есть на самом деле, ее отразить очень сложно. Почему? Потому что на одной и той же должности, по одной и той же градации, ну вот как у нас раньше был инженер такого-то разряда, у нас тоже есть своя градация. И вот в разных компаниях по одному и тому же иску программирования, по одной и той же технологии, по одной и той же градации абсолютно разные зарплаты могут быть. От чего это зависит? Это зависит от того, насколько бизнесу необходимы какие-то технологические решения. Поэтому в одной компании зарплата может быть в три раза выше или больше, чем какой-то другой, который делает какой-то сопоставимый продукт, назовем его так. И вообще по поводу зарплаты, тут постоянно на самом деле все меняется, то есть они то повышаются, то понижаются. В общем и целом, да, они действительно повышаются. В последнее время, наверное, в этом году чуть-чуть замедлился рост, но тут тоже на какой момент, что важно очень понимать. Дело в том, что когда, ну вот, например, мы с Рамисом приходили в эту профессию, таких зарплат еще не было высоких. Да, они действительно были, наверное, повыше, чем средняя, например, зарплата, которая вообще, в принципе, по рынку труда у нас есть. Но, тем не менее, таких цифр не было. Чем обусловлен такой вообще рост, который в последнее время происходит? Тут, на самом деле, все очень просто. Технологии действительно развиваются, но вместе с развитием технологии становятся сложнее. И для того, чтобы этими более сложными технологиями нам управлять, необходимо больше знаний, больше времени уделить. То есть когда, ну там, айтишник любой вообще учится своей профессии, он сначала очень долго не зарабатывает ничего, он посвящает все свое время только обучению. То есть он не знает, когда у него вообще какие-то деньги начнутся. Вот. И, соответственно, сейчас вот этот порог входа, он увеличивается. Хороших разработчиков не так много, как это нам кажется. То есть когда мы, например, начинаем искать какого-то разработчика, достаточно сложно на рынке найти подходящего, который действительно обладает теми знаниями, которые тебе нужны. И когда ты находишь такого, то у него уже есть какие-то предложения на руках, и ему есть с чего выбирать. Выбирает уже он. И, соответственно, вы начинаете за такого человека торговаться. То есть это тоже очень важный фактор. Но, тем не менее, вижу, что начинается от 65 тысяч в этой сфере за поддержку. Вот такое вот интересное. Тут есть такая вот должность. Далее, динамика зарплат разработчиков. Вот здесь я вижу вообще оглушительную цифру. 285 тысяч рублей архитектор программного обеспечения. Это кто? Я бы описал эту должность так. Вот у нас, предположим, есть какое-то банковское приложение, какого-то известного банка, которым пользуются миллионы людей. Например, им пользуются, ну, предположим, там 10 миллионов человек этим приложением. Архитектор программного обеспечения – это человек, который будет проектировать, как вот это приложение, которым пользуются люди, будет вообще написано по коду, кто что примерно будет делать. И надо понимать, что, во-первых, это очень большой и сложный объем работы, для которого нужен колоссальный опыт. Но, помимо всего прочего, это очень большая ответственность, потому что ошибки очень дорого обойдутся. Если вы создадите систему и поймете, что она не подходит для работы с 10 тысячами активных пользователей, то вам все это переделывать будет очень сложно, очень дорого и очень долго. Ну вот я знаю, что еще и по языкам программирования также варьируется заработная плата в вашей сфере. Например, вот так же здесь вижу вот такой интересный язык «Обжектив», поправьте меня, если я не права, 250 тысяч рублей предлагается специалисту, который умеет на нем программировать. Рамис, поясните нам, что это такое. На самом деле, мне кажется, эта графика немного устарела. Здесь, на самом деле, очень сложно построить графику точную, потому что ситуация меняется, наверное, каждые полгода. Сегодня это эликсир на втором месте, завтра это котлин, например, на котором пишет Родион. Поэтому тут, я думаю, сложно оценить. Учитывая то, что Родион сказал, зарплата еще непрограммизируемая. То есть каждый человек может по-разному получать. То есть нет смысла начинающему условному программисту учиться на определенный язык, увидя вот такую вот диаграмму, например, и понимая, что вот этот язык будет потом мне приносить больше денег. Вообще тут стоит сказать, что вот за границей практикуется инженерный подход вообще, в принципе, к любой разработке программного обеспечения. Что это такое? Они не учат какой-то конкретный язык. Они учат подходы. То есть они учатся программировать вообще на любом абсолютно языке, и они понимают, как это вообще устроено. Для чего это делается? Для того, чтобы... То есть они учат алгоритмы, они учат подходы, они учат какие-то основные принципы. Для того, чтобы в дальнейшем человек... Ну, то есть, опять-таки, технологии меняются, и он мог переходить с одной технологии на другую. Для него это не составляло проблемы. Вот. И да, эти технологии действительно меняются достаточно быстро, поэтому очень часто можно увидеть там в каких-то новостных сводках, что вот там у айтишника такая зарплата, там попала в рейтинг. А на самом деле это... Ну, как вы-то взяли конкретную одну вакансию, и все. Это не совсем, ну, такой немножко говорящий момент. То есть там на самом деле бывает зарплата и сильно больше, бывает и сильно меньше. То есть вот полагаться на как что-то одно, и это истина, тут, наверное, не совсем правильно. Завершается у нас время программы, тем не менее, не могу не спросить. Вот очень многие сейчас захотели, наверное, стать айтишниками, тем более увидеть такие зарплаты, и связать свою жизнь как бы, да, с этой профессией. С чего начать нужно? Если вот прям можно по пункту, например, да, с чего Рамис начинался. На самом деле войти-войти сложно и просто одновременно, потому что сейчас уже вариантов обучения, так скажем, очень много. Это и курсы платные, бесплатные, и всякие школы очные-заочные. На самом деле нужно только желание. Если человек мотивированно обучаться, выбрал себе направление, в котором он хочет развиваться, пути открыты все, на самом деле. Вот, допустим, курсы, да, сколько они по времени занимают, чтобы было понимание, и в какой момент в своей жизни человек может туда войти, условно, старшеклассник, там, 16-летний. Может это сделать или сложновато? Тут какой момент? Тут на самом деле зависит очень сильно от человека, но вообще может как бы любой человек в любом возрасте. Просто чем, наверное, ты раньше входишь, тем лучше. Для тебя как минимум попробовать и понять, насколько тебе это будет интересно. Ну, я бы отметил, что тут важно сделать. Тут важно понять, что вот эти цифры, да, которые мы сейчас смотрели, о них вообще не стоит думать, когда ты начинаешь. А, во-первых, потому что вот эти цифры, это не цифры людей, которые вот они только вошли в IT и сразу же получили эти цифры. На них надо расти. Конечно. Это цифры людей, которые занимаются годами тем, чем они занимаются. И когда ты будешь входить в эту профессию, да, если ты как человек решаешься, то я думаю, что это, ну, достаточно долгий процесс. Ну, как минимум полгода, я не знаю, человек, который меньше, чем полгода на это затратил, но, как правило, это несколько лет, ты не зарабатываешь ничего вообще. Ты просто, то есть сидишь, ты разрабатываешь, ты что-то изучаешь, и ты не совсем даже понимаешь, когда начнется тот момент. И момент трудоустройства на первую работу, он тоже будет достаточно тяжелым, потому что, опять-таки, компаниям нужны люди, которые что-то уже умеют, которые что-то уже делают. И начинать тоже придется с маленьких зарплат, наверное, в эти компании. Ну, не могу сказать, что они прям совсем маленькие, да, но, тем не менее, это не те цифры в большинстве своем, которые мы сейчас только что видели. Поэтому тут желание, очень много упорства и, конечно же, тяга к знаниям должна быть, потому что только на деньгах тут не получится, как говорится, выехать. Это нужно еще и дисциплина, самообучение. Вот последний буквально у меня волнующий вопрос, очень коротко на него нужно будет ответить. Есть ли в вашей сфере женщины, девушки, чем занимаются они? Прямо вот очень коротко, последняя минутка у нас. Хороший вопрос. У меня такой же вопрос, где они все? Ну, я на самом деле не отвечу, а женщин на самом деле очень много. Женщин много, во-первых, в менеджерском составе, как я рассказывал, в IT-шнике тоже входят, ну, менеджеры. Много очень среди тестировщиков. Девушки, я не говорю, что там только девушки есть, но девушек очень много. Девушки обычно такие аккуратные, и они очень аккуратно все выслеживают, какие-то проблемы, которые у нас возникают. Но вообще я встречал девушек на разных позициях среди разработчиков тоже. То есть тут никаких притеснений, никаких проблем. Если девушка хочет, то пожалуйста. Ну и отлично. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Обсуждали мы сегодня жизнь программистов. Спасибо вам за то, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова